Здравствуйте, я Боминов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действия и представитель фонда рабочей академии. И у нас очередная горячая точка на карте нашей страны. Это Всеволожская клиническая межрайонная больница, которая находится в Ленинградской области. Там работников больницы по одному загоняют к юристам в отдел кадров и там заставляют подписывать новый трудовой договор взамен старого и при этом угрожают. Если они не подпишут, то соответственно их уволят в трехдневный срок. К нам обратились сотрудники непосредственно в первичную профсоюзную организацию нашего общероссийского действия, которое существует уже много лет в этом учреждении, предоставили эти трудовые договоры, которые мы изучили. Ну, нам непонятно, что это такая за форма заключения нового договора взамен старого в Трудовом кодексе Российской Федерации. Этого нет. И просчитать вообще, к чему это приведет в дальнейшем. Но группа юристов во главе с главным врачом Шипачевым Константином Викторовичем решили, что это все нормально и оказано беспрецедентное давление на работников Севолжской клинической межрайонной больницы. Мы в первичной профсоюзной организации рассмотрели эти документы, так называемые новые трудовые договоры, которые цинично названы эффективным контрактом. И увидели, что новый трудовой договор существенно ухудшает условия труда в сравнении с действующими. Итак, обратилось сразу внимание, что без согласия можно работника перевести в другое структурное подразделение. При этом они берут только часть статьи этой 72-й, остальное все оставляют как бы в сторонке, хотя нельзя трактовать, не приводя целиком эту статью. Это, знаете, в соответствии со 72-й статьей, а лучше в соответствии с буквами гласными и согласными, которые используются в этой 72-й статье. Потом переводят с пятидневки на шестидневку. Это что такое? Это что? Несущественные изменения условий труда? Затем почему-то поменяли итоговый класс вредности. На каком основании? Изменили доплату за эту вредность. Потом дергают из трудового договора в трудовой договор вообще противозаконную меру. Это вот посмотрите, пункт 2.2.23, где указано, что работник обязан отработать, если проходил учебу, оплаченную этой больницей. Такого нигде нет. Они должны предоставить эту учебу, а то, что отрабатывать, это не написано ни в каких нормативных актах. Ну вот мы это все протаскиваем, протаскиваем из бумаги в бумагу. Обратите внимание, кто подписывает эти новые трудовые договоры, так называемые эффективные контракты, хотя не указаны никакие критерии эффективности, то есть это просто миф, а не эффективный контракт. Итак, подписывает Зинкова Лариса Ивановна. В данном документе она указана как заместитель главного врача по борьбе с личным составом. Мы лезем на сайт Всеволожской клинической межрайонной больницы и выясняем, что, о боже, Лариса Ивановна, да вы являетесь председателем вашего карманного желтого профсоюза и вместе с работодателем участвуете в ухудшении условий труда ваших работников. По моим сведениям, в профсоюзе состоит не более 300 человек, они все платят взносы и вот на эти взносы существуют вот эти люди, которые ухудшают ваше положение. Просто нет слов. Ну и непосредственно на этом же сайте понятно, что Ларисе Ивановне 73 года и вспоминая, что с 1 октября 2017 года главные врачи и его заместители должны быть до 65 лет. Соответственно, даже здесь юристы и главный врач Шипачев промахнулись, потому что Лариса Ивановна в силу своего возраста не могла подписывать данный документ. 2020 год особый. Особый для нашей страны, для здравоохранения, потому что борясь с новой коронавирусной инфекцией, медики в буквальном смысле умирают сотнями на работе, становятся инвалидами. Страна всячески пытается помочь медикам, вводит стимулирующие выплаты, всячески отмечают даже монеты. Вот выпустили 25 рублей, посвященные борьбе медиков. Ну и в свете этих событий хочу привести пример поздравления коллектива непосредственно лицемерам. Он же по совместительству главный врач больницы в Севоложской межрайонной Шипачевым. Вот текст на экране. Дорогие коллеги, сегодня наш профессиональный праздник. Природа бросила человечеству вызов. Вы круглосуточно, 7 дней в неделю, без прерыва на праздничные выходные дни, в особых условиях работаете. И врачи, и медсестры, и фельдшеры, санитарки, а также инженеры, и техники, службы обеспечения, все, 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 все. И я не буду сегодня приводить цифры и факты. Я просто хочу выразить огромную благодарность людям, которые не по приказу или по понуждению, а по велению сердца спасают сегодня человеческие жизни, порой жертвуя своим собственным здоровьем, личным временем и общением с родными и близкими. Вы, безусловно, герои нашего времени. Я желаю вам крепкого здоровья и много сил душевных и физических, потому что я вам подкинул свинью. Значит, вы по 7 дней в неделю там работаете? Это очень замечательно. Все проверено. Реально работаете по 7 дней в неделю. Поэтому в новом трудовом договоре я вам прописал 6 дней в неделю. Вы должны просто радоваться этому событию. Вы доказали, что вы работаете во вредных условиях, не щадя своей жизни и здоровья. Замечательно. Мы изменили вам итоговый класс вредности. Ну, зачем вам это все нужно? Здоровье. Тратьте его дальше. Тратьте, мои дорогие. Сколько мы там платили раньше? 24 по старому коллективу договора. Ну, извините, 24% это много. 4%, но для некоторых 8. Для своих небольших, ну, там, мы договоримся. И вот посмотрите, какая последняя классная строчка. Низкий вам поклон и бесконечное уважение. Потому что новый трудовой договор сэкономит, сэкономит столько бабусиков. Низкий, просто нижайший вам поклон. Это уйдет все в фонд заработной платы сэкономленной. Мы с нужными людьми это все поделим. Не сомневайтесь. Поэтому буду кланяться вам, кланяться, кланяться. Вы мои бестолковые дурачки и бараны. Все для вас. Все для вас. В свете вышесказанного, профсоюз действий предлагает уволить главного врача Шипачева. Потому что сколько лет можно терпеть издевательства над коллективом. Ну, мне сразу же возразят. Вы посмотрите, сколько сделал Шипачев для района. Сколько он всего там построил, отремонтировал. Но обратите внимание, сколько всего сейчас ремонтируется, строится, перестраивается. Это главный тренд сейчас лечебных учреждений. Это ремонтировать, ремонтировать, переремонтировать, строить и перестраивать. Почему-то это сейчас наиболее выгодная часть. Потому что сохранение коллектива не стоит первоочередной задачей. Как только случается какое-нибудь недопонимание, сразу звучит это увольняйтесь у забора. Вон там стоят, ждут шляпами в шляпах и все остальное. Не идет речь о сохранении коллектива. Так и в этой ситуации. Подписывайте новый трудовой договор с ухудшением вашего положения. Или увольняйтесь. Как вы заметили, я в своих роликах сообщаю не только о том, как все плохо. Ну и что надо делать. Потому что я активист профсоюза действий, представитель фонда рабочая академия. В этих организациях знают, что делать при трудовых конфликтах. Итак, что наметили мы сейчас на данный момент. На 29.10.2020 года. Ну во-первых, ну выйдете вы из этого желтого профсоюза. Лучше не состоять нигде, чем платить деньги за то, чтобы тебе потом и подсовывали вот такой трудовой договор, ухудшающий твои условия. Второе. Организуйтесь. Организуйтесь. У вас есть непосредственно во Всевышевской больнице. Профсоюз действия. Там уже около сотни человек. Нужно больше для того, чтобы организовать коллективные действия и отстаивать именно свои трудовые права. Третье. У вас закончился коллективный договор. То есть коллективный договор уже 6 лет. Прошли все сроки. И вам надо заключать новый коллективный договор. И вот все неурядицы, которые у вас есть, может решить конкретно коллективный договор. Уже выше было сказано, что в старом коллективном договоре за вредность вам платили 24%. Это было прописано в том коллективном договоре. Сейчас цифра 4%. То есть это самый минимум, который указан в Трудовом кодексе Российской Федерации. Напомню, что коллективный договор может только улучшать действующее законодательство. В этом коллективном договоре вы сами можете себе прописать те критерии и условия, при которых вам будут платить те или иные стимулирующие выплаты. Вы там можете прописать и отстоять непосредственно эти проценты за вредность. Потому что при тех нищенских окладах, которые есть в Ленинградской области, которые устанавливают это правительство в Ленинградской области, не думая о медицинских работниках годами, вот эти 4% это вообще ничто. Возникает вопрос и о пациентской организации. Потому что пациенты, они не зависят ни от кого. Если врачи, медицинские сестры, санитары, санитарки еще как-то в данных условиях ясно, что зависимы, они должны преодолеть себя для того, чтобы начать бороться за свои права, то пациенты, вы-то ни от кого не зависти. Вы поймите, что рано или поздно вы все равно будете на приеме в поликлинике в Севоложской больнице, лежать в стационарах. И от врачей будет зависеть, в том числе и ваша жизнь. И вот сейчас врачи уверены в себе, будут искать лучшие места работы там, где их права не будут ущемлены, как во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Организуйтесь. Есть контактное лицо, это Геннадий Владимиров, это председатель первичной профсоюзной организации нашей Севоложской клинической больницы. Выходите на него, создавайте пациентскую организацию и боритесь в том числе и за свои права, за право быть вылеченным во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Также к этому ролику я прикреплю разбор трудового договора, который вам дают подписывать. Так как он все там с нарушениями, в том числе и уведомления, помните, вам давали это уведомление, в котором говорилось, что якобы там какие-то изменные условия оплаты труда в итоге в очередь изменили, нифига себе. То, соответственно, не бойтесь не подписывать этот трудовой новый договор, потому что вам за это ничего не будет. Если вас уволят через три дня, то, соответственно, вы совместно с профсоюзом действия, подадите в суд, посидите дома, пока этот суд длится, соответственно, после того, как снова вас восстановят на работе, вы получите денежки за то время, которое вы провели, отдыхая в столь сложное время, когда бушуют коронавирусные инфекции. В заключении этого ролика хочу сказать, что ваша сила в коллективных действиях вокруг коллективного договора. Коллективный договор решит многие ваши проблемы, в том числе и у вас не будет страха перед увольнением, потому что там надо добиться такого пункта, что увольнение только по согласованию с профсоюзной организацией. А так как профсоюзная организация никогда не даст такого согласия, то и работника невозможно уволить. Это серьезно снизит неврозность в вашем коллективе. Ну и будьте здоровы, а пока, пока!